Приветствую вас, Николай. Мне одумается, что моим лучшим ответом на ваш вопрос было бы раскрытие некоторых моментов ключевых, которые определяют то, что происходит сейчас с вами. Во-первых, если ваша жена к вам вернется, то те проблемы, которые у вас есть, которые у вас имеются, которые вы не решаете, своими поцелуями, своими ссорами, сценами ревности, переписками, встречами, никуда не уйдут, они останутся с вами, не будут с вами. И пока не существуют эти проблемы, риск, а точнее даже не риск, а вероятность того, что все это повторится с другими лицами, будет достаточно велика. Мне очень грустно читать истории, подобно вашим, потому что я вижу, как люди, обращая внимание на достаточно поверхностные моменты, например, вы обращаете внимание на момент, что ваша жена начала общаться со своим интернет-другом, вы разрешили ей, потом увидели в переписке, что она написала скучаю, вот, и, соответственно, там, хотели прочитать переписку, она вас поцарапала, далее она упала на колени, стала просить у вас прощения, и вы ее простили. Вот, переписку так не прочитали, но с другом общаться запретили. После чего погрузились весь в работу и от нее начал ее отдаляться. Внимание к ней вы свели к минимуму. Вот, как бы, на что вы надеялись, Николай? Ну, то есть, как это у вас происходило, мне просто интересно. Ваша жена, значит, как для вас стало очевидно, на стороне пытается получить то, что ей, очевидно, не хватает с вами. Мы сейчас не берем в расчет, хорошо это или плохо, мы не оцениваем, мы просто, да, Ваша жена пытается получить то, что ей не хватает, очевидно, с вами на стороне, вы об этом узнали, вот. И что вы делаете? Вы отдаляетесь от нее? Вы говорите, я свел к минимуму свое внимание к ней. Но замечал, что она отдаляется. Да как? Как? По-другому, по-другому могло быть. У меня такое ощущение, что вы сами подтолкнули ее обратно в отношение к ее другу. Вам бы, наоборот, все внимание на нее. Вам бы, наоборот, к психологу бы в этот момент обратиться и рассмотреть свои проблемы. А бы, наоборот, поближе бы узнят друг друга, может быть, заново друг друга узнят, раз проблемы начали, раз ее что-то не устраивает. Вы узнаете, что она ездила к нему навстречу и вспыливаете. Выгоняете ее, она уходит. После чего начинается эта история с тем, что вы умаляете и унижаете, что она умаляет и унижает. Мне кажется, вот именно в этом моменте, в моменте, когда вы пишете, что осознал, что натворил и что не могу без любимого человека, в этом моменте, мне кажется, как нигде, сильнее проявляется то, что вы не видите в своей жене личность, вы не видите в своей жене человека, вы видите в своей жене жену и вы видите в своей жене некий необходимый вам ресурс. Но то, что это личность, то, что это человек, вы не видите. Вероятно, потому что вы себя так не видите, не видите до конца. Не знаю, не знаю. И у вас есть элементы любовной зависимости. Не столько здесь треугольник, потому что друг, он вообще как бы не участвует на самом деле в этой всей ситуации. Он, может быть, вообще даже не знает о том, что происходит. Поэтому здесь больше не про любовный треугольник Николая, а про именно любовную зависимость. Любовную зависимость с вашей стороны. Ну, как со стороны вашей жены, не знаю, а вот с вашей совершенно точно. Дело не в том, вернется она к вам, не вернется. Дело в том, что сейчас, на данный момент, вы воспринимаете себя, как того, кто не может без человека, ну, без жены, причем гражданской, то есть без сожительницы, то есть вы своей официальной женой не сделали ее. Вот. Без человека не может. В официальном браке с ней не находится. Позволяет себе применять по отношению к ней, по отношению к человеку, без которого не может. Разрешаю, запрещаю. То есть это какая-то родительская надпозиция. Вот. Мясо себе без нее не могу. То есть всеми силами стараюсь ее удержать, чтоб мне было хорошо, не понимая, что, как бы, из чего состоит мое хорошо. Не управляя этим. Да? То есть, знаете, какая штука? Вроде бы вы, здесь глава семьи, вроде бы вас собрана вся власть. Но, по факту, и жена это знает, власть у нее. Потому что от нее зависит, ну, как бы, ваше состояние. Вы без нее не можете. Вот. Удивительное, удивительное дело, насколько верно вы отметили то, что любите ее безгранично. Вот. Любовь, она действительно безгранична, по большому счету. Но любовь, это то, что направлено на отдачу. На отдачу. Любовь, это ресурсность. У вас, как раз таки, не ресурсность. У вас дефицитность. Вы находитесь в дефиците. Поэтому говорить о любви здесь не приходится. Я не знаю, что вы будете чувствовать к своей жене, как бы, в ресурсе, если вы окажетесь. Но пока это не любовь, пока это потребность зависит. Вот. И, соответственно, как мне кажется, есть элементы неуверенности в себе, есть элементы какого-то соотязательного характера и так далее. Может быть, для вас это все свойственно, но вот насколько, как бы, все это органично вплетается в тело вашей личности психологической. Большой вопрос. Вот. Ага. И, собственно, тот вопрос, который вы задаете, значит, вернется ли она или это всплеск эмоций и так далее, этот вопрос, мне кажется, вообще, вообще некорректным. Будет вообще некорректным. Вам больше вопросов задать, как я в этой ситуации оказался. Да? Как мой, казалось бы, близкий человек имеет на меня такое влияние? Как я этого близкого человека не сделал своей женой? Вот. Вы говорите, что мы жили там довольно долго, все было хорошо, но чуть-чуть не успели. Не бывает такого, понимаете, чуть-чуть не успели, не бывает. Люди сожительствуют не просто так. Вы поймите правильно, в этом ничего плохого нет, в том, что люди сожительствуют. Правда. Абсолютно. Ну, хотят люди сожительствуют, да ради бог. Просто очень часто начинается путаница. Люди сожительствуют вместе, а канятся им, как будто они друг другу что-то должны быть. Ну, вот в российских реально ходят свойственные женщины в основном. Понятное дело. Вот. Ну, проблема такая. Вы, например, вот сожительствуете женщину, считаете, что она не монет общаться ни с кем, не может на встрече ни с кем ходить и так далее. Ну, считать все что угодно, а если так подумать, то ваша женщина никак не защищена. Вот. И, уйдя вы от нее, она оказалась бы абсолютно одна, ну, кроме там своих каких-то ресурсов. Потому что ничего по закону ей не положим. Ну, ничего, как бы никто ее защищать не будет. Кстати, поэтому, вот, как бы, хочется назвать лицемерием Николай, в какой-то степени то, что происходит. Знаете? Вот именно то лицемерие. Я понимаю, что это не так. Я понимаю, что, как бы, то, что вы переживаете, это истинное отлавление, вы в больницу попали. Вот. Но это тоже не случайно. Понимаете? Вы так сильно переживаете, настолько сильно переживаете, чтобы попасть в больницу, Николай. Это значит, что? Что этот человек, ваш костыль. Какой властью она над вами была? Да? Ну, вряд ли могут быть отношения с такой властью быть здоровыми. Вряд ли. Вряд ли. Ну, вряд ли. Вряд ли. Знаете, если бы, если бы все было честно, то есть, если бы честно в отношениях была бы история, что я полностью от тебя завижу, я, как бы, вот, все делаю для тебя. А ты королева, вот, и ты, соответственно, там, топнешь ногой, я, там, сразу в лепечку расшибался, там, расшибался и так далее. Это бы так было. Ну, может быть, может быть. Может быть, что-то бы получилось. А у вас, у вас тотальный обман. То есть, как бы, и она и вы знаете, все, оно вот. По факту, получается, что вы пытаетесь скачать права, поэтому знаю, что на данный момент вы без нее пропадете, а она знает, что вы в ее власти ведете себя так, как будто вы должны ее простить и принять. Ну, мягко говоря, это выглядит немножко комично. Мне кажется, что пока такой обман будет с вашей всей стороны, ну, даже если вы садитесь, ничего хорошего не будет из этого. Так что вопрос, вы знаете, немножко, немножко не про то, что касается Николая, самого важного. Самое важное, Николай, это вы. Самое важное, Николай, это то, что сейчас вам на самого себя глубоко плевать. Самое главное, Николай, это то, что вы не знаете себя. Вы не знаете себя. Вот какой вы мужчина, какие отношения вы хотите, что вы чувствуете в отношениях с женщиной, как вы эти чувства выражаете. Что вам движет, когда вы запрещаете, там, не знаю, женщине с кем-то общаться. Что вам движет, когда вы разрешаете. Что вам движет, когда вы пытаетесь нарушить личные границы человека прочитать переписку. Вот. Что вам движет, когда вы не, ну, не читаете переписку, желая сохранить какую-то иллюзию. Вот. Отчего вы бегите? Себя. Себе. Точнее, простит. А вот. Отчего вы в себе бежите, Николай? Вот. Только я когда про Европу читал, ну, казалось бы, классно, уезжаете в Европу на работу. Отлично. У меня, у меня ощущение, что вы сбегаете в Европу. Вот. Ну, такая история, что, как бы, беги, не беги. А все проблемы все равно, они с вами же останутся, понимаете. Поэтому, бежать некуда, к большому счету. Так что, Николай, мне думается, что вот с точки, с позиции развития вас и с позиции того, что для вас более терапевтично, мне кажется, что то, что жены сейчас вам нет, это хорошо. Я понимаю, что вам больно, я понимаю, что вам плохо, но с этой точки зрения это хорошо, что жены нет. У вас есть возможность сейчас заняться с собой, посмотреть на себя, поисследовать себя. Вам на грабил бы, походить бы, вот, как, так сказать, ну, как следует, да? Вот. Дальше уже решить, что будет, что будет, потому что, ну, мне кажется, что тотальное замалчивание вашей жизни эмоциональной, ну эмоциональной, психологической жизни. Ну, мне кажется, мало в какой женщине приведут, ну, дадут пользу, вот так. Так, я бы сказал. Ну, решать уже, понятное дело, решать уже вам. Вот. Такая вот история. В этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Вот. Я надеюсь, что это даст вам писать, даст мышление. Вот. Я надеюсь, что вы сделаете определённые выводы и будете двигаться в том направлении, в том направлении, когда игроки приведут к, ну, к развитию. Вот. Причём обратите внимание, у вас второй гражданский брак. То есть, как бы, мало того, что с первой женщины у вас тоже не вышло. По какой-то причинной причине. Вот. Что такое есть. Вы определённо не создаёте официальный брак. Я думаю, что здесь тоже есть основания. Пупые следователи. Вот. Я сейчас хочу только проверить, правильно ли я прочитал. Так. Смотрите. Вы пишите. Значит. Запретил ей какое-либо общение с ним. После этого я весь в работе и внимание жене на минимум свёл. Николай, вот чего вы ожидали такого? То есть, после кризиса внимание жене минимум вы сбегаете в работу. Ну, что должна делать жена? То есть, вот что здесь с вами происходит? Насколько вы здесь искренны по отношению к, ну, не знаю, к себе, к своей сожительнице? Или вы думаете, что кризис-кризис решается запретом ИСА? Вот. То есть, вы запретили. Внимание перестали уделять, она будет вас ошибать. Честно говоря, мне не понятно. Но ваша позиция мне не ясна. Мне бы очень хотелось, очень хотелось бы ваших пояснений, вашей обратной связи. Вот. Но, главное, мне бы хотелось видеть ваше желание работать над собой, ваше желание инвестировать в себя. Вот. Не в людей вокруг, не в богатство вокруг вас, да? Не в благополучие и не в детей. Вот. Вам покажется, наверное, очень неприятным то, что я скажу, но хорошо, что у вас нет детей. Пока. Это человек, который в моменты кризиса бежит, да? Человек любовной зависимости, не признающий расклад сил в отношениях. То есть, человек, обманывающий себя и своего близкого, мне кажется, такой человек, весьма сомнительно сможет воспитать психологически здоровых детей. Вот. Это может быть как гиперконтроль с вашей стороны, так и наоборот, это может быть гиперопека. И то, и другое. Очень деструктивно. Вот. Если вы трудоголик, а я думаю, что вы уходите в работу опять от себя, но так же момент скорее деструктивный. Удачи вам. Удачи вам. Всего самого доброго. Доброго. До свидания. Продолжение следует...